Здравствуйте, друзья! Меня зовут Антон, я являюсь директором по строительству в компании «Строй и живи». Сейчас мы с вами находимся в Синявино, что к востоку от Санкт-Петербурга по Мурманскому шоссе. И за моей спиной дом в два полноценных этажа размерами 7 на 9 метров. К дому прилегает внушительных размеров Г-образная терраса. Ее площадь 25 квадратных метров. Как и принято, мы начнем знакомство с планировкой дома со входа. Заходя в дом, мы с вами попадаем в теплый тамбур. Его площадь 3 квадратных метра. Здесь можно оставить верхнюю одежду, а также сменить уличную обувь на домашнюю. Проходя дальше, мы с вами попадаем в коридор первого этажа. На месте, где сейчас стоит оператор, будет лестница на второй этаж. В коридоре по правую руку мы с вами видим три двери. Первая из них ведет спальню площадью 7 квадратных метров. Из спальни есть окно, выходящее на террасу. Следующей дверью является дверь в санузел. Он небольшой, 4 квадратных метра, и также имеет окно. И, наконец, последней дверью по правую руку является дверь в котельную. Она будет располагаться под лестничным пролетом и имеет площадь 6 квадратных метров. И, наконец, главное помещение первого этажа – это огромная кухня-гостиная. Она имеет три окна по двум стенам и три небольших окна практически в пол вот по этой стене. Стойки между этими окнами усилены из двух досок, 150 на 50. В месте, где я сейчас нахожусь, заказчиками предусмотрена установка камина размерами метр на 800 миллиметров. По проекту предусмотрено усиление, а именно вкручивание дополнительных трех свай и их обвязка. Размеры данной кухни-гостиной составляют 7 метров на 3,80. Получается, минимальный пролет, который нам тут необходимо перекрыть, составляет 3 метра 80 сантиметров. Для данной задачи мы выбрали сдвоенные лаги общим сечением 200 на 100, которые вы видите над моей головой. Хочу немного рассказать по поводу выбора сечений лаг-перекрытия. В нашей группе ВКонтакте, а также в сообщениях на почту, часто вижу примерно одинаковые вопросы. Имеется перекрытие 3,20 или 5,40. Подскажите, какие используют лаги, чтобы перекрытие получилось надежным? Так говорю правила, следуя которым перекрытие надежным получится. Итак, до 3 метров используем лаги 50 на 150, до 4 метров используем лаги 50 на 200, от 4 до 5 метров используем сдвоенные лаги 50 на 200, как в данном случае. От 5 до 6 метров можно использовать встроенные лаги 50 на 200, общим сечением 150 на 200. Всегда лучше использовать доски, нежели брус. И, наконец, если у вас перекрытие более 6 метров, то использовать вам придется либо ЛВЛ-брус, либо двутавровые деревянные балки, либо же обустраивать опору в виде матиц. Небольшую особенность следует отметить в перекрытиях данного дома. В них присутствуют проходы по дымоходную трубу, в межэтажном, чердачном перекрытии, а также в стропильной системе. На парадной стене дома длиной 9 метров располагаются аж целых 5 проемов. Это окно спальни, входная дверь и 3 узких окна в кухне-гостиной. На такой стене не удалось разместить полноценную пару укосин с допустимым углом наклона. Одну вы видите, а вторую нам заменила К-образная укосина. С вашего ракурса она как буква К, конечно, не выглядит, но изнутри именно так. Выполняется она вот таким образом. Под основной дом было смонтировано 30 свай диаметром 108 мм. Как видите, у нас новый корпоративный коричневый цвет. После того, как сваи были смонтированы, заказчик попросил недельку на то, чтобы осуществить подсыпку песком свайного поля. Для этого был выбран плодородный слой грунта, устерен геотекстиль и под этот дом было высыпано 2 камаза песка. На данном доме 2 полноценных этажа. Высота каждого 2 метра 70 сантиметров. Давайте с вами немного познакомимся со вторым этажом будущего дома. Поднявшись по лестнице, мы попадаем в холл. Напротив холла есть лестничное окно. Оно в данном случае выполнено не межэтажно, а располагается ровно над перекрытием. Из холла есть 5 дверей. Первая спальня, вторая спальня и третья спальня. Семья у заказчика большая и состоит из нескольких поколений. Следующая дверь по левую руку – это санузел. А там, где виртуально сейчас находитесь вы, будет располагаться кабинет хозяина дома. Дом, напомню, в 2 полноценных этажа практически 10 метров. Как мне кажется, самый высокий дом в округе. При этом заказчики выдержали регламент садоводства по высоте и теперь имеют прекрасный вид. Благо, окон для этого у них достаточно в доме. Вот сейчас мы, например, находимся в кабинете, и вы видите два окна и вид из них. На данном объекте мы применяем сухую доску. Ее влажность не более 20%. Работать с такой доской, безусловно, одно удовольствие. Во-первых, она как минимум в полтора раза легче доске естественной влажности. И, во-вторых, она уже приняла свою итоговую деформацию, и в силовом каркасе более никаких щелей не появится. На данном объекте заказчиками нам поручено выполнение чернового пола. Но порой не все сразу понимают, что это из себя представляет. Черновой пол – это дюймовая доска, которая нашивается по низу перекрытия с некоторой разбежкой. В данном случае 200 мм. Ее задача, во-первых, поддержание утеплителя в этом перекрытии. И, во-вторых, в дальнейшем на этот черновой пол можно нашивать чистовой потолок этажом ниже. То есть, по сути, черновой пол, он же черновой потолок. Для монтажа чернового пола мы используем наш любимый красный инструмент и ненавистные саморезы. Да-да, именно саморезы, не удивляйтесь, потому как в данном элементе нагрузка будет именно на вытаскивание крепежа. Поэтому гвозди здесь использовать нежелательно. Пробуем. Все просто. Огромная красивая терраса получилась у заказчиков. Более 25 квадратных метров. Я, конечно, не исключаю, что при нашем климате эта терраса со временем превратится в утепленную веранду. Но пока, согласитесь, выглядит неплохо. Очередным этапом работы на данном объекте является утепление пола и его чистовое покрытие. Утепление мы начинаем с того, что натягиваем ветрозащитную мембрану под лагами и прибиваем снизу черновой пол, дюймовая доска. Это уже сделано, как вы можете видеть. В дальнейшем необходимо заполнить полости перекрытия утеплителем. Мы используем базальтовый утеплитель длиной 1200, шириной 600. Он как раз плотно входит в предусмотренные полости шириной 590 мм. Толщина данного перекрытия 200 мм. И мы используем два ряда утеплителя по 100 мм. Напоминаю, что принципиально важно соблюдать разбежку швов между рядами утеплителя. То есть в первом ряду мы сначала используем от стены длинный кусок, потом все, что осталось. В дальнейшем опять какой-то обрезок и заполняем длинным куском. Получается, что швы у нас произведены с разбежкой. И сквозной щели не будет. Стараемся соблюдать уровень между утеплителем и верхом перекрытия в одну линию. То есть избегаем подобных затыков, расправляем их и так по всему перекрытию. Монтаж окон у заказчиков еще только в планах. И поэтому можно сделать вот такие временные импровизированные окна из остатков ветрозащиты. Это защитит утеплитель от увлажнения при возможных косых осадках. Окна из кабинета на втором этаже выходят на участок и козырек террасы. В месте примыкания металлочерепицы и фасада дома необходимо сформировать отлив. Мы для этого использовали планки примыкания. Здравствуйте. Я являюсь хозяйкой этого дома. Теперь буду хозяйкой этого дома. Ребят нашла компанию «Строи и живи» в интернете. Это приблизительно где-то года полтора тому назад. Очень понравилась работа компании. Поэтому мы решили обратиться в компанию «Строи и живи». И считаем, что ошибки мы в этом не сделали. Потому что ребята, которые строили нам дом, хорошо отнеслись, качественно выстроили. Но те ошибки, которые у нас, ну не ошибки, а какие-то наши просьбы, которые мы бы хотели, чтобы они были выполнены, ребята безотказно это все исправляли. Поэтому большое спасибо компании «Строи и живи». Мы довольны. Можно сказать, что мы очень довольны. И надеюсь, что мы еще к вам обратимся за чем-нибудь. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. С вами был проект «Строи и живи». Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok